Продолжение следует... 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 Я пару прикладов наведу, что они делают. Но, фактически, вы можете побудовать свою систему, чисто, с вбудованих операторов. И, если вам даже не хватает, вы можете написать свой оператор перетворения обзоробла. И это также легко интегруется. Итак, операция map, как я уже сказал. То есть, мы передаем только функцию, и она просто каждый элемент перетворяет. Мы можем делать над обзороблами фильтр. То есть, фактически, мы передаем предикат, который будет сказать, что мы принимаем только кружочки. И он будет возвращаться в результативную последовательность только кружочки. Так же, у нас разные операторы, такие примитивы, такие как take. Например, скажем, нам нужно только первых два элемента цієї последовательности. И он нам вернет новый обзор, где только два, и закрывает нашу последовательность. Что важно пометить, например, этот оператор take использует в середине, да, он использует внутренние unsubscription от входящего обзора обзора. То есть, если ему придет, то он после другого элемента скажет, что ему тут больше не нужно элементов, и фактически, даже входящий обзор обзор обзора может остановить имитинг своих ивентов. Это удобно, как я сказал, для безконечных последовательностей. То есть, вам нужно переживать, что ваша последовательность просто створит цикл, зациклит ваш потек, и его придется обзоровать. То есть, мы можем делать детерминованные общественные безконечные потоки. Для операций, таких как Reduce, у нас есть такие операторы, как Scan и Reduce. Чем они отличаются? Тим, что Scan, фактически, мы передаем функцию от аккумулятора и исследующие элементы на новый аккумулятор. И он на каждом кроце будет нам всю результатную оператору выкидать результат обчисленный. Если нам не нужно, например, промежных этих этапов, а только результатную, фактически, у нас есть Reduce классический. То есть, это самое, но он только уже повернет элемент, когда вхедный потек закрывается, и можно будет сказать, что мы все обчислили. Также важливый оператор это МЕРШ. То есть, он оперирует уже не одним потоком, а перетворяет, фактически, комбинует два и больше. Это очень очень простая логика. У нас есть какие-то две последовательности независимых элементов. И он формует из них единую, в которой будет прокидывать каждый элемент. То есть, фактически, да, МЕРШ. Чем это важливо, так как давайте вперед, при операциях таких, как МЕРШ и МЕРШ, мы можем створить операцию ФЛЕТМЕР. Я думаю, много кто знает, что это операция ФЛЕТМЕР. То есть, если у нас есть какая-то функция, которая из каждого элемента получает новую последовательность, мы можем ци фактически МЕПом последовательности перетворить, и тут фактически было обзервы, обзервы. А операцию МЕРШ мы их раскладываем в одну. Таким образом, мы можем композировать несколько асинхронных подений и наслаживать логику. Например, как это выглядит, если у нас есть, например, три независимых каких-то у нас есть первый реквест, второй который зависит от первого, третий зависит от другого. Чтобы в классическом реализации мы бы создали трехривневый вложенный колбек, либо посылали заплаты после каждого. Тут мы можем просто раскладывать в единую последовательность, то есть выполнять один реквест, по результату первому выполнять второй реквест и это все вернее последовательность единую последовательность. На основе этого мы также можем сделать третий реквест и подписаться на это все разом. Тобто композиция. Також как можно хендлить какие-то банальные эрроры. Взагалі самый простой метод хендлить какие-то помилки, как я уже сказал ранее, ладно, не буду вертаться. У нас есть просто в обзервере наш метод onerror и нам туда прийде помилка. Но это не всегда зручно, нам нужно деколи как-то зарекаверить, уметь продолжить наши computation, наши какие-то вчисленя с какой-то логикой обработки помилки. Например, самый простой випадок это retry. Если у нас есть observable и мы говорим retry, то он на каждую помилку перейшов элемент, пошел помилка, он постарается перепідписаться на саму последовательность. Например, если остался тайм-аут от сервера, он подумает, ничего, подпишусь еще раз, буду слушать далее. И фактично последовательность теперь у нас будет без помилок. Это не всегда работает. Есть классный оператор retry что не всегда корректно. Например, если у нас сервер лежит, то не лучше на него сразу лезти и намагаться от него что-то добиться. Например, нам нужно реализовать какой-то back-off. Например, с retry легко реализовать exponential back-off, когда мы будем все довше и довше чекать при каждой помилке. Это оператор, которому мы передаем observable помилок. То есть когда у нас будут ставаться помилки, они будут являться элементами в оператор, который мы передаем. Не понимал. И мы можем тут реализовать какую-то логику, например, повторить один раз после delay в 8 секунд. Також простой вариант recovering это on error return какой-то элемент. Например, если мы посылаем request на сервер, мы скажем, что нам ничего не пришло, фактически повернулась помилка, просто выдать какой-то default item, какую-то заглушку. Або розширенный вариант попереднего. Когда нам пришла помилка, мы передаем функцию от помилки до нового observable, как мы продолжим нашу последовательность. Пришла помилка, мы говорим, окей, помилка пришла, створим новую последовательность, например, мы на другий сервер лезем и достоин звезда какие-то майтами, подписываемся на что-то и фактически это складывается в единую последовательность. Итак, мы до этого говорили про асинхронную обработку последовательности, но мы не говорили про какие-то потоки, на которых оно будет использоваться как экзекурирующий контекст. Давайте подивимось на простий приклад, я уже не вводил, напевно. Еще раз, чтобы просто подсумовать. Когда мы створим таки observable, мы фактически створим только computation. Мы говорим, когда сюда кто-то подпишется observer, мы ему передаем hello, передаем world и закрываем потек. Фактически на этом этапе мы никакой корисной работы не сделали, мы только створили оператор. Как сказал Слава, это приклад классичный холодного потока, он не горячий, он начинает работать только когда мы на него подписываемся. То есть мы створим наш computation, а фактически мы его запускаем. Еще важно понимать, что когда мы выполняем сабскрайб, мы фактически выкликаем этот метод, лезем сюда, в сабскрайбер выкликаем там next, то есть мы откликаем этот метод, здесь мы как-то хендляем, хендляем, и когда мы выходим из всей функции, мы выходим здесь. То есть фактически такой метод, такой выклик будет синхронным. Как вы знаете, нам не всегда интересно работать с синхронной европой, нам иногда нужно переключиться на какой-то другой третий пул, как например в андроиде, у нас есть главный потек, который мы не можем долго заниматься, поэтому в RxJV есть понятие как scheduler. Scheduler это фактически такая инструкция, в которой мы будем выполнять тихие или другие действия. То есть если у нас есть обзировал, он будет синхронным, но если нам нужно перекинуть какие-то действия, например, эту важную трансформацию на какой-то потек, мы просто на эти методы observe on, там и другие, которые мы можем задать, будь ласка, когда прийдет нам айтем из этого обзировала, их выполнай подальше обработка на scheduler computation, там есть вбудованный список сценаристов schedulеров, я далеко поясню. Например, когда мы выполнили эту трансформацию, мы хотим перекинуть нашу обчиснение в какой-то институт потек, например, выполнение подальше действия на scheduler, который будет выполнять каждую действию в новом потоке. И результаты как-то обработаем. Власне, какие schedulеры у нас есть из коробки. Scheduler computation это фактически статичный фиксованный threadpool на количество ядер процессора. Зручно для computation scheduler EO, threadpool под ним лежит threadpool, который расширяется динамично. Scheduler new thread, будет испаунать новый thread на каждую действию. И мы можем также використовувати наши джававские экзекьюторы как основу для нашего schedulера. То есть, если у нас есть свой экзекьютор, мы можем создать скедьютор из этого экзекьютора и выполнять. Также, если этого не хватает, мы можем самим реализовать. Я сейчас не буду приводить интерфейсы, как можно реализовать свой scheduler, но это также не так сложно. И в основном стандартные операторы, что мы можем делать с этим schedulером, как я уже сказал ранее, мы можем сказать observe.on, то есть, каждый элемент, который нам приходит, пожалуйста, перекинь на какой-то следующий scheduler. Мы можем сказать subscribe.on, то есть, когда мы только подписываемся, на этапе подписывания на экзекьютор, мы можем поменять контекст, на котором мы подписываемся. И также допомоги оператор unsubscribe.on, например, когда unsubscribe дает как-то тяжелее, а также требует выполнения на певном экзекьюторе, в контексте мы можем ее выполнить также с помощью своего schedulера. На самом деле, я почти закінчу презентацию. Эрик Джава, хотя она называется Эрик Джава, фактически это Эрик ЖВМ, так как это просто такая основа для реализации на более высокоревних биннингах, для мов программирования, которые работают на Эрик ЖВМ, и с ними простейше оперировать функциональными перетворениями, например, та же скала Clojure. Поэтому Эрик Джава удобно использовать не только на Джаве, но если вам нужно использовать на тиши скале, в стандартном репозиторе реактив X и O есть биннинг для Эрик скала, которые вы можете подключить и использовать, например, использоваться стандартные скаловские функции и операторы для оперирования. Например, если мы поднимемся на любую лямбду, то все операции Map, FlatMap и другие, если они оперируют какими-то функциями, фактически, лямбдами, эти все функции просто визначены в Эрик Джаве как список Action 0, Action 1, Action, я не помню, как это максимально, 22, напевно, и так функции и это просто классики визначены в Эрик Джаве. Например, в скале нам это использоваться неудачно, но мы хотим использовать скаловские функции. Поэтому у нас есть разные бендинги, я сейчас не буду приводить на них, но некоторые из них более сложные Эрик Скалы Эрик Склозур, некоторые более маленькие враперы Эрик Скотлин. И так, все. Да, это, наверное, все. Я как-то так очень быстро проскочил эту тему. Если у вас остались вопросы, пожалуйста, задавайте. З радостью них вы. Доводилось на какие-то проекты? Да, доводилось, но я еще раз повторю, что я мобильный разработчик, и может full-scale проекты это не те проекты, в моем и вашем понимании. То есть, мы это активно в мобильной разработке. Да, но в бакент разработке я не выкрасил. Но так, в подакшном проекте оно показывает себя очень хорошо и очень много таких стандартных элементов оперирования какими-то схемными действиями позволяет скротить разы с обычной Java, например. ну да, фактически да, у нас в проекте с самого початка была побудована архитектура на таком реактивном взаимодении и фактически вся с самого низу с сторожа и там client сайта, который лезет на сервер и дистает данные и кладет это в сторож. Это все реализовано реактивными потоками. И это очень удобно, так как, например, какой-то реквест с клиентской стороны, например, с графического интерфейса, когда мы выходим, он, например, канцелейшн, он может быть прокинутым до самого HTTP реквеста, и для этого не нужно описать какую-то изобливую логику, это все реактивные потоки, оно все хендляться автомагично. Так что ты конкретно использовал под мобильную разработку? RxJava, RxKotlin? Не, я использую RxJava, но для спрощения программирования я еще выкрасовывал Java 8 с лямбой, чтобы это не было так страшно выглядало. Еще вопросы? Да. Я простите, какого вопроса, для активных как это значит привлекатель для строения глобальных предположений и решения каких-то условий и основных я больше это понимаю как такие маленькие блоки, маленькие строительные блоки для строительства целого системы, но ничего не не позволяет использовать реактивные потоки в какой-то локальной системе и потом мы переписали какую-то маленькую систему под реактивные потоки, например, мы обрабатываем какие-то айтемы, мы можем их обвернуть в нашу обзорблю, в рейкзаву, або в какую-то реализацию реактивных потоков, обрабатывать это красиво с операторами, а потом на выходе это все как-то выйти из нашей монады обзора, выйти из наших потоков, выйти из наших креативных потоков и вернуть это, например, в стандартный классический элемент, просто айтемы, або в конце в результате мы можем просто заблоковаться и вернуть единый элемент, как вы хотите из них выйти, вы так можете это реализовать, но воно подходить для локального использования. Но скажу так, скажем, плюс и минус рейкджавы воно очень адъективно. То есть, когда начинаешь одну часть писать с ее использованием, функциональность которая используется очень просто написать так же за рейкджавой. Фактически не хочется выходить из этих обзороблев и додаткового функционала который дописаешь, он также пишется с использованием рейкджавы и оно захвачивает за собой маленькие кусочки системы и далее. Так. Да. Вы поднимали питание, да, 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 вы там поднимали питание про то, чтобы интерфейс пользоваться для взаимодействия. сказали, что там лис не подходит, и тремл не подходит. В 8. Java появился стрим, который подходит для этого. Поэтому вопрос, если в этой библиотеке есть какие-то механизмы, которые связывают интерфейсы observable и стрим? Я точно не помню, нет, там нема каких-то стандартных интерфейсов прямо с шоб стрим. Мы можем просто повернуть, если нам нужно Java 8 стрим, мы можем без будь-якої асинхронная последовательность наших ивентов, то observable, мы можем из этой асинхронности выйти и перетворить observable в Java стандартный iterable. Фактически будет блокирующая последовательность. А the iterable уже 8 Java оператором перед away reserve stream. Такой вопрос. Получается, за вот этими асинхронными observable это по сути реализация реактивных потоков в Java, так? Да. Например, там в AK лежит модель акторов и за ней тоже реализация реактивных потоков. Вопрос. Спецификация, о которой говорил Слава, которая очень-очень-очень детальная, но при этом реализации очень сильно отличаются по концепциям в нашу асинхронную обработку. Тобто, мы можем побудовать обчисления этих асинхронных потоков, взагалі не думая, что будет под Under the Hood. В этом является великим достоинством. Там может быть ACA внизу, там могут быть Нартнджаевские фьючери, там могут быть Magic Unicorns. Но мы не знаем, как это будет реализоваться. У нас есть только один интерфейс. В этом есть глобальный плюс. То есть, как реализация самой взаимодії, то есть, какие потоки будут нам доносить эти элементы, это нас уже не хвилюет. Мы можем их додать або как-то асистировать, то есть, фактически, с скедулером мы можем сказать, а тут, будь ласка, все-таки внеси какие-то конкуренции. Тут перекинь нам всего треба на это, або как-то так. Мы можем реализовать наш скедулер на акции, и можем сказать, тут там киньце поведомления в актор, и забереть из него там. Я прав. То есть, фактически, в чем плюс? Единый интерфейс для этого оперирования. Так. Поясните, пожалуйста, я могу выйти как-то с рамки одной GVM работать на таких нодах с этой Rx? Да, хорошее питание. Ну, фактически, это не есть какой-то протокол взаимодействия, то есть только такой интерфейс оперирования. Если вы хотите выйти из рамки одной, то есть, как-то, да, прокинуть их по мереже, я думаю, это вам придется писать вручную. Если я не помню, в Reactive Extensions там была какая-то реализация на рамоколах, просто прокинувание обзора была. Но я дальше не знаю. Ну, то в RxJav, я думаю, это, если вам нужно, например, на сервере и на клиенте реализовать, там, и там логика на реактивных потоках, и там, и вам это нужно просто там прокинуть, то я не знаю, просто самому якось написать там, это, да, ревень промежний. Шепсоне? Был такой момент. Окей. RxJav у нас столько интерфейсов сейчас. Были ли внизу или реализации, пробовались ли они что-либо, что вниз подставляло GMS-сервисы, GMS-провайдеры и так далее, то есть, выход именно вот в текущий интерфейс, то есть, для RxJav 6 для стабильных решений. На жаль, нам можно нечисляться про GMS-сервисы, так как, ну, не працювало с ними. На жаль, не молодей информацией. Обычайте. Окей, еще вопросы есть? Нет, тогда давайте поблагодарим Мирослава. Спасибо. Друзья, а сейчас мы прерываемся тогда на кофе-брейк до 12.20 и продолжим нашу серию докладов. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...